Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусейн Задей. В начале коротко о главном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Сочи. В Кирбаджарском районе Азербайджана обнаружены человеческие останки и фрагменты женской одежды, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Глава службы государственной безопасности Азербайджана Алина Гиев поблагодарил Международный комитет Красного Креста за помощь в идентификации останков погибших граждан на освобожденных территориях. В Сочи проходит трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, на которой обсуждается актуальная повестка Азербайджана-армянских отношений. Ранее глава государства в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путином отметил, что нормализация Азербайджана-армянских отношений – это тот формат, который требует очень серьезных шагов. Ильхам Алиев отметил, что рассчитывает и дальше на активную личную роль Владимира Путина и роль России в деле достижения этих целей. Также отметим, что в Сочи завершилась и двусторонняя встреча между президентом России и премьер-министром Армении. Наш корреспондент Эльмира Мусазаде отслеживает встречу глав Азербайджана-России и премьер-министра Армении в Сочи. Эльмира, добрый вечер, она у нас на прямой связи. Какие новости к этому часу? Мы отметили, что президент России провел встречу и с главой Азербайджана, и в то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Здравствуйте, Телли. В эти минуты как раз-таки проходит трехсторонняя встреча, на которой присутствуют президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении. Погода довольно прохладная, здесь в Сочи на данный момент бушует ливень, и вот коллеги, к слову говоря, заметили, что, судя по всему, переговоры такие же непростые, как и погодные условия в Сочи, потому что как двусторонние встречи, так и трехсторонние встречи длятся по времени достаточно много. Президент Азербайджана со своим российским коллегой разговаривал более двух часов. Примерно столько же разговаривал и Владимир Путин с армянским премьером. Ну вот, наши коллеги, российские, азербайджанские журналисты собрались в пресс-центре, отсюда мы отслеживаем ход событий. Действительно, день сегодня выдался достаточно насыщенный на переговоры, и, как вы совершенно справедливо отметили, была проведена встреча с президентом России двусторонней, а также с премьер-министром Армении у президента России двусторонней. И на встрече обсуждались, делались достаточно серьезные заявления, о которых вы в том числе сказали чуть ранее. Но вот интересна сама атмосфера этой встречи, потому что как раз-таки она проходит ровно спустя два месяца после встречи в Брюсселе. И тогда, в последний день лета 2022 года, на трехсторонней встрече под председательством Шарля Мишеля в сторону договорились о том, что ровно через два месяца они пройдут очередную встречу. Но вот тут Россия перехватила инициативу, и сегодня вот в Сочинской Руси, именно так называется санаторий, где проходит эта встреча, лидеры встречаются и обсуждают возможное будущее мирное соглашение. К слову, в Фраге на четырехсторонней встрече, тогда она проходила при посредничестве Шарля Мишеля, председатель Совета Европейского Союза, и президента Франции Эммануэля Макрона тогда договорились о том, что будут приняты за основу те базовые принципы, которые Азербайджан выдвинул Армении. Это пять принципов, которые входят в том числе и взаимный отказ от территориальных претензий, признание территориальной целостности двух государств друг друга, делимитация демаркации государственной границы, а также разблокировка транспортных артерий. И вот, к слову говоря, на встрече со своим российским коллегой президент Азербайджана вновь подчеркнул, что Азербайджан придерживается этих пяти принципов, сказав, что только так возможно урегулирование армяно-азербайджанских двусторонних отношений. При этом президент Азербайджана подчеркнул, что Карабахский конфликт остался в прошлом, и обсуждать в этом деле практически нечего. Так что, судя по всему, вот на текущей встрече, которая проходит в эти минуты, обсуждается в первую очередь именно ход и нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Более 30 лет эти страны не имели никаких отношений, однако вот можно встретить, вспомнить, что именно после тех двусторонних встреч, при посредничестве здесь просто идет очень сильный ливень, и действительно вот шум дождя слышен буквально отовсюду. Погодные условия достаточно суровые, и об этом в том числе и сказал президент России Владимир Путин. Ну вот возвращаясь к посредническим усилиям как разки Запада, нужно вспомнить, что какие-то существенные подвижки осуществлялись именно после трехсторонних встреч, непосредственно при участии Шарля Мишеля. К примеру, вот можно вспомнить, что двусторонняя встреча глав СМИД с Азербайджаном и Арменией, впервые ТЭТ-АТЭТ прошла именно при посредничестве, после договоренности достигнутых в рамках бусельского формата, прошла она в Тбилиси. Тбилиси, к слову говоря, неоднократно подчеркивал, что готов выступить такой площадкой, которая станет удобной как для Баку, так и для Еревана. И вот грузинские эксперты, в том числе и те, которые очень часто подключаются к кассирам СМИД, отмечают, что Тбилиси идеальная платформа, идеальная площадка. И вот главная функция Тбилиси заключается именно в том, чтобы предоставить вот такое место для проведения встреч и, грубо говоря, закрыть за собой дверь, то есть оставить непосредственно две страны наедине друг с другом. Действительно, есть эксперты, которые придерживаются мнения, что Азербайджану и Армении следует все-таки говорить напрямую, без участия каких-то посредников, потому что именно так можно учитывать двусторонние интересы, без перекоса в ту или иную сторону. Вот судя по деструктивным заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, можно уже говорить о том, что вот французское участие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, оно явно не состоялось, не удалось. И поэтому вот некоторые эксперты говорят, что, может быть, это повлияет в том числе и на как раз-таки вход переговорного процесса. Ну вот, говоря про нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, нужно отметить, что Россия также предлагает свои посреднические усилия, которые заключаются в том, что сначала две страны должны решить какие-то двусторонние вопросы, и затем, в частности, это делимитация демарказа государственной границы, разблокировка транспортных артерий, и затем переходить к каким-то соглашениям, в частности, к мирному договору. Ну вот наша съемочная группа продолжит отслеживать ход событий и затем передаст саму эту информацию. Спасибо большое. Надеемся, что все-таки стороны смогут выйти на принятие документа, который может стать основой для будущего мирного договора. Эльмира Мусазаде подключалась к нам на прямую связь из Сочи. Удастся ли сторонам подписать мирный договор? Мы спросим у Михаила Нижмакова, политолога, аналитика Российского агентства политических и экономических коммуникаций. У нас на прямую связь выходит. И мы спросим у него об ожиданиях от переговоров, которые проходят сейчас между лидерами Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Как мы ранее заявляли, что на встрече обсуждается актуальная повестка азербайджанно-армянских отношений. Вот Михаил у нас на связи. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Михаил, какие у вас в целом ожидания от переговоров, которые в данный момент проходят? Что касается мирного договора, то хотелось бы отметить, что, к сожалению, мы видим достаточно большие проблемы с тем, чтобы Ереван согласился на справедливые условия, которые сформулированы Баку в пяти известных принципах. И все же можно ли рассчитывать на конструктивное поведение Армении? Ну, понятно, что переговоры по такому сложному вопросу простыми быть не могут. В то же время мы можем отметить, что, насколько известно, предварительно встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна длилась даже чуть дольше, чем это было запланировано. То есть, по крайней мере, предварительно какие-то моменты могли быть, если не сглажены, то обозначены в ходе этих переговоров. В любом случае, сохраняется риск того, что конкретные шаги в данном направлении будут все-таки частично перенесены на какие-то последующие переговоры. Но в то же время, учитывая, насколько интенсивно, в принципе, обсуждение возможности заключения мирного соглашения и каких-то подвижек в этом направлении обсуждались в последний месяц-полтора, здесь можно предполагать, что все-таки новые шади в сторону заключения такого соглашения могут быть сделаны, в том числе и в рамках нынешней трехсторонней встречи, которая должна сейчас пройти после переговоров, которые Владимир Путин отдельно проводил с Николом Пашиняном и Лихамом Малеевым. Да, вот глава государства, кстати, на встрече с президентом России, он подчеркнул, что Азербайджан достаточно высоко ценит роль российского лидера Владимира Путина в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вот насколько, ну как вы думаете, все-таки важно России остаться главным последником по регулированию Азербайджана-армянских отношений, учитывая, что по инициативе вот Еревана того же, то есть в регион активно втягиваются и внешние игроки, то есть в частности Евросоюз, Франция, США. Конкуренция посредников всегда присутствовала, и сейчас мы видим новый виток этой конкуренции, тем более, что конец года это всегда активизация посредников по диалогу Баку и Еревана, так было и в прошлом году, может вспомнить, например, проходившую на тот момент в конце ноября встречу трехстороннюю Владимира Путина, Николу Башиняну и Ильхаму Алиеву в Сочи, и переговоры в декабре прошлого года, так сказать, уже при посредничестве Евросоюза. Поэтому, конечно же, конкуренция имеет место для России, это, так сказать, вопрос престижа, вопрос влияния на Южном Кавказе, и в то же время это вопрос реализации вполне прагматичных договоренностей, в том числе связанных с разблокированием транспортной коммуникации в регионе. Да, можно отметить, что на встречах нынешних, проходивших сегодня Владимира Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении, тема это также поднималась. Если вспомнить ту роль, которая отводится российским пограничникам в рамках вопроса о разблокировании транспортной коммуникации по трехстороннему заявлению, которое подписывалось в ноябре 2020 года, естественно, для России достаточно важный вопрос, чтобы в том числе и вопрос о разблокировании коммуникации постепенно переходил от, собственно, договоренности к практической реализации. Поэтому понятно, что здесь у Москвы есть целый ряд мотивов для того, чтобы ее посредничество приносило практические результаты в рамках нынешних переговоров. А как вы думаете, все-таки в Армении, в то же время премьер-министр Армении Пашинян, он понимает, что сотрудничество и с Азербайджаном, в то же время и с Россией достаточно поможет и в экономическом плане, конечно же, развить его страну, учитывая нынешнее плачевное состояние? В данном случае даже ряд близких к правительству Армении спитеров, экспертов, упоминали о том, что разблокирование коммуникации должно принести экономические выгоды для Еревана. В то же время мы видим то, что внутри Армении есть и достаточное количество критиков такого пути, поскольку путь к разблокированию коммуникации воспринимается многими оппонентами власти Армении как некая уступка Азербайджану и Турции в ущерб интересам политическим Армении, в том числе в ущерб, как считают те, кто разделяет такую точку зрения, в ущерб бизнесу Армении в том числе. Поэтому понятно, что любые подвижки в данных переговорах будут становиться поводом для острых дискуссий внутри самой Армении, поводом для критики в адрес правительства Николы Пашиняна в том числе. Поэтому сторонники неких подвижек как по мирному договору, так и по расплатированию коммуникаций, естественно, внутри Армении есть. Да, мы это видим в публичном пространстве, но в то же время и те, для кого это повод для критики в адрес действующего правительства Армении, причем не только реальные какие-то подвижки, но даже слухи о том, что такие договоренности могут быть, да, такие силы тоже присутствуют. И это, скажем так, один из факторов внутриполитической напряженности внутри Армении, который может сыграть свою роль в ближайшем будущем. Ну, я думаю, сегодняшняя встреча как раз-таки покажет, да, как говорится, дальнейшие шаги, на которые, как говорится, пойдет Армения. Спасибо вам большое. Я напомню, на прямую связь со студией подключался Михаил Нижмаков, политолог, аналитик Российского агентства политических и экономических коммуникаций. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской народно-демократической республики Абдельмаджиду Тебуну по случаю национального праздника его страны Дня революции. За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. Глава государства особо отметил основанное на взаимном доверии и поддержке двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, организации исламского сотрудничества и движения неприсоединения. Президент Ильхам Алиев выразил уверенно, что Азербайджан-Алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах двух дружественных стран и народов. Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил Армении о якобы отступлении и смене позиций частей азербайджанской армии с потерями в направлении населенного пункта Истесу, является ложной. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Ведомстве подчеркнули, что с 24 октября и по сегодняшний день никаких изменений в оперативной обстановке нет и не было. Поэтому подобное заявление начальника Генштаба вооруженных сил Армении демонстрирует его неосведомленность об оперативной обстановке. В Министерстве обороны добавили, что подразделения азербайджанской армии продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях. В Кельбаджарском районе Азербайджана обнаружены человеческие останки и фрагменты женской одежды. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры. 27 октября в прокуратуру района поступила информация об обнаружении на территории села Заллар подвергшейся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов предположительно женской одежды. Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места, фрагменты обнаруженных костей и предметов одежды, которые затем были изъяты для проведения экспертизы. Предположительно, останки принадлежали человеку, который попал в плен и умер под пытками во время оккупации Армении Кельбаджарского района. Сегодня начальник службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Алина Гиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Драгану Коджить. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. В ходе встречи Алина Гиев коснутся вопросов, связанных с гуманитарной миссией Международного комитета Красного Креста в Азербайджане, работой по определению судеб людей, пропавших без вести в результате агрессивной политики Армении во время Карабахских войн, а также не предоставление Армении информации о пропавших гражданах. Он также выразил благодарность комитету Красного Креста за поддержку в эксгумации и идентификации останков погибших граждан. 31 октября 2020 года, 35-й день Отечественной войны. Боевые действия продолжались в основном на Агдыринском, Ходжавенском и Губадлинском направлениях фронта. В этот день подразделениями азербайджанской армии были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы и техники противника. Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского, Агджабединского районов. По информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате провокации вооруженных сил Армении с начала боевых действий с 27 сентября по 31 октября 2020 года число погибших среди мирного населения достигло 91, а пострадавших 404 человек. В том числе нанесен ущерб около 2500 домам. 31 октября 2020 года президент Азербайджана дал интервью немецкому телеканалу АРД. Глава государства проинформировал мировую общественность о нарушении армянской стороной гуманитарного прекращения огня. 10 октября было объявлено гуманитарное прекращение огня. На следующий день они сбросили с территории Армении баллистическую ракету на Гянджу. Вы, наверное, видели вызванные этим разрушения. Были убиты 10 гражданских лиц. Они утверждают, что не делали этого. Однако это очевидно, так как пуск баллистических ракет отслеживается через спутник. Таким образом, три страны сопредседателя Минской группы, конечно, знают, кто это сделал. Они сделали то же самое во второй раз. Спустя две минуты после объявления прекращения огня нарушили его. В третий раз они сделали это вчера, когда сбросили кассетную ракету на город Барда. Были убиты четыре человека. Среди них семилетняя девочка. Так что это сделали они. Нет никаких доказательств того, что это сделали мы. Мы не делаем ничего подобного. Я сказал, что мы не станем отвечать в том же порядке. Мы ответим им на поле боя. Мы не нападаем на города, гражданских лиц. Отвечаем лишь на поле боя. Конечно, мы должны защищать себя. Если они совершают нападение, пытаются вернуть утраченные позиции, то мы не можем спокойно взирать на это. Мы должны защищать себя. Чем больше мы обороняемся, тем больше территории освобождаем. В соответствии с планом боевой подготовки в азербайджанской армии были проведены командно-штабные учения соединениями сухопутных войск. Согласно плану, было обеспечено развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по тревоге и уточнение на карте деятельности подразделений. В ходе учения были заслушаны доклады командиров о выполнении поставленных задач. Основной целью проведения учения является повышение управленческих навыков командиров, а также совершенствование деятельности штабов. Министерство обороны Азербайджана заявили, что военнослужащие успешно выполнили все поставленные задачи. Агентство по разминированию территорий Азербайджана распространило еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных территориях. Как сообщили в Анамо, с 24 по 29 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавенском, Губадлинском, Джабраильском и Зангеландском районах были обнаружены 49 противопехотных мин, 97 противотанковых мин и 398 неразорвавшихся боеприпасов. Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 350 гектаров. Турецкие путешественники по итогам поездки в Карабах и восточную Зангезур провели пресс-конференцию и заявили, что получили прекрасную возможность отметить национальный праздник Турции, День республики именно в Карабахе. Группа международных путешественников, состоящая из 25 человек, на протяжении трех дней побывала в Шушинском, Физулинском, Агдамском, Лачинском и других районах Азербайджана. Эти земли были оккупированы 30 лет назад. В то время предотвратить вторжение не представлялось возможным. Таким образом, армяне, получившие поддержку зарубежных стран, учинили несправедливую резню. Сейчас, когда я возвращался в Баку, после посещения Худоферинского моста, увидел по пути турецкие флаги, которые развивались наравне с азербайджанскими. Я побывал в 201-й стране мира, но нигде не видел подобного. Репрессиям нет никаких оправданий, и важно сохранять память о них. Каждый год в конце октября в странах, которых коснулись события 1930-х годов, вспоминают тех, кто был расстрелян, сослан в лагеря и лишен гражданских прав лишь по политическим мотивам. Десятки тысяч жертв и потери выдающихся личностей. Репрессии, начавшиеся в 1930-х годах, нанесли сокрушительный и невосполнимый удар интеллектуальному потенциалу Азербайджана. Погибших из-за политических репрессий в постсоветских странах чтят ежегодно. В Азербайджане с 1930-го до начала 1950-х годов было репрессировано около 29 тысяч представителей интеллигенции. Это действительно большая цифра для страны, население которой в то время превышало 3 миллиона. С приходом к власти большевиков в 1920-м году начались репрессии по политическим обвинениям. И они стали обычным делом в стране. И по масштабам даже мировая история не знает тех репрессий, которые начались с начала 1920-го года. Но кульминации эти репрессии достигли в 1937-38 годах. Именно в этот период, по подсчетам профессора Эльдара Смайлова, только за 1937-38 годы, только в Азербайджане около 100 тысяч человек было репрессировано. Это была гибель прияды деятелей литературы, искусства. Это видны руководящие партийные советские работники были подвержены репрессиям. На самом же деле, десятки тысяч людей в плановом порядке уничтожались именно беспощадной репрессивной системой того периода. Азербайджанский историк, доктор философии по истории Махфуза Зейналова, изучающая жизнь и деятельность жертв политических репрессий 1920-х, 1950-х годов, говорит, что в настоящее время необходимо научное освещение прошлого. По ее словам, осмысление произошедшей трагедии возможно путем извлечения новых документов и всей политической истории того периода. Изучение этих репрессий, это именно приведет к тому, чтобы люди знали о своих героях, знали о людях, которые выступали против репрессий, которые свою жизнь отдали за борьбу против репрессий, люди, которые боролись против существующего положения вещей. Это люди-герои, о которых должны знать нынешнее поколение. Ахмед Джавад, Аббасмир Зашариф Заде, Айна Султанова, Бекир Чобан Заде, Джамшит Нахчеванский, Гусейн Джавид, Микел Мушвик, Юсиф Везер Чемензивен Ли. Известные азербайджанские научные, культурные и общественные деятели, которые вошли в список репрессированных. Их осуждали на разные сроки, депортировали и принудительно переселяли. Эти события считаются одной из самых больших трагедий в истории Азербайджана. Любая роль, которую Азербайджан может сыграть в поставках энергии в Европу, будет приветствоваться европейскими союзниками. Об этом на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос корреспондента агентства АПА, заявил помощник секретаря Министерства энергетики США Брэд Крэбтри. По его словам, США в целом поддерживают усилия европейских стран по расширению и диверсификации своих энергопоставок. Наши европейские союзники обращают свой взор на многие страны, стремясь отказаться от российских нефти и газа, диверсифицировать свои источники энергии, поставлять энергию из стран, которым они могут доверять. Поэтому я думаю, что любая роль, которую Азербайджан может сыграть для поставок энергии в Европу, будет приветствоваться нашими европейскими союзниками. Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры на территории Украины вводится экстренное отключение электроэнергии. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей официальной странице в Телеграм. По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, однако были и те, которые попали в цель. Сообщается, что сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. Население призвали ограничить потребление электроэнергии, а также не пользоваться энергоемкими приборами. Напомню, что 22 октября национальная энергетическая компания Украэнерго сообщила о том, что с 7 утра до 10 вечера в Украине будут действовать жесткие ограничения на использование электроэнергии в виде веерных отключений. В Нидерландах начались крупные военные учения, проводимые под эгидой НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Отмечается, что основная их задача заключается в подготовке к проведению масштабных воздушно-десантных операций. В учениях задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США. В оборонном ведомстве добавили, что во многих районах страны учение может привести к ряду неудобств, в частности из-за взрыва гранаты и низкопролетающих вертолетов. Для местных жителей открыт специальный сайт, на котором они могут подать жалобу на шум и сообщить о нанесенном ущербе. Учения продлятся до 18 ноября. Два активиста движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине, сообщает местное издание. Сами действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумываются о последствиях изменения климата. Предыдущая акция движения состоялась 23 октября, когда активисты в Германии облили картину Клода Моне из серии «Стагасена» к картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном. А до этого, 14 октября, две участницы группы «Джастопойл» облили томатным супом картину Винцетта Ван Гога подсолнухи, являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. Экактивистки были арестованы и предъявили обвинение в нанесении ущерба и незаконном проникновении в здание при отягчающих обстоятельствах. Благодаря успехам, достигнутым в последние годы, предприняты совместные шаги в рамках тюркского мира. Заложена основа тюркского единства. Об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев во время выступления на Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле. Он отметил, что Организация тюркских государств охватывает все сферы, в том числе политику, экономику, культуру, торговлю и таможню. Амреев добавил, что одной из важных тем является и тема здоровья. По его словам, Организация предприняла очень успешные шаги во время пандемии. Ответим, что Азербайджан на Всемирном тюркском конгрессе, посвященном теме преобразования глобального здравоохранения в постпандемический период, представил министр здравоохранения Теймур Мусаев. Сегодня здесь были обсуждены очень важные вопросы, волнующие многих. Представители Азербайджана также затронули ряд актуальных вопросов. Центр координации по донорству и транспортации органов создан, и неофициальное открытие его состоялось. Был изучен опыт различных стран и выбрал соответствующий для Азербайджана формат. В ближайшие дни состоится официальное открытие центра. На Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле выступил и президент Турции Раджепте Пердуган. Турецкий лидер прокомментировал заявление России об отказе в дальнейшем соблюдать зерновое соглашение с Украиной. По средствам координационного центра, созданного в Стамбуле, мы обеспечили отправку 9,3 миллионов тонн зерна странам мира, чем относительно предотвратили продовольственный кризис. Сколько бы Россия не колебалась в вопросе усилий касательно темы экспорта украинского зерна, мы решительно продолжим наши усилия во имя человечества. Сейчас переходим к новостям экономики, которые представит моя коллега Негяра Ахманова. Негяр, добрый вечер. Добрый вечер. Мы знаем, что на конференции в Абудабе достаточно подчеркнули роль энергобезопасности. Вот хотелось бы спросить, в чем она заключается. Так точно, если быть еще точнее, говорил об этом министр промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Джабир, а что именно в рубрике «Финтаймс» и «Разбакарбарен». Если этот год нас чему-то и научил, так это тому, что энергетическая безопасность является основой любого прогресса – экономического, социального и климатического. Заявил об этом министр промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и глава нефтяной госкомпании Абудаби Аднок Султан Аль-Джабир. На конференции Адзипек отметил, что главная цель – это максимальная энергия при минимальных выбросах, поэтому в центре внимания должны быть проблемы изменения климата и инвестиции в альтернативные и возобновляемые источники энергии. Международная нефтяная выставка и конференция Абудаби начала работу 31 октября. Она объединяет мировых лидеров энергетики, политиков, новаторов и профессионалов отрасли. Площадка служит своего рода энергетической экосистемой, где обсуждает тенденции рынка и ведется поиск решений актуальных проблем. Длительное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль привело к тому, что текущая сложная ситуация выглядит еще хуже. Если обнулить инвестиции в углеводороды, это приведет к естественному снижению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки каждый год по сравнению с текущим уровнем. К 2050 году население планеты вырастет до 9 миллиардов 7 миллионов человек, и поставки энергии нужно будет увеличить на 30 процентов. Поэтому миру нужны все решения. И это не только нефть, газ, солнце, ветер, атом или водород. Нужно все вместе. Тем временем цены на зерно на Чикагской бирже взлетели с утра не менее чем на 5 процентов, пишут об этом мировые СМИ. Фьючерсы на сельхозпродукцию выросли вслед за сообщением о приостановке. В Москву участие в зерновой сделке. В движении уже 16 судов по Черному морю 31 октября согласовали Организации Объединенных Наций, Турция и Украина в рамках соглашения по экспорту украинского зерна. Корабли находятся в турецких территориальных водах, сообщает Reuters. Договоренности достигнуты без участия России после того, как Москва вышла из зерновой сделки по вывозу продовольствия из украинских портов. Совместный координационный центр в Стамбуле, где работают российские, украинские и турецкие представители, а также сотрудники ООН, заявил, что стороны также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекции на 40 судах, выходящих из портов Украины. Сейчас США заявляют, что страдают озимые посевы, вплоть до того, что жара настолько динамична и настолько быстро распространяется, что испаряются даже удобрения из земли. Насколько засуха сильная в США. Конечно же, это все сильно, на мировой весь фонд повлияет. И плюсом к тому, что Россия вышла из зерновой сделки, естественно, это так или иначе отразится на цене, потому что это создает сложности определенной по доставке. Да, там есть соглашение у Европы, Турции, Украины, свои они что-то еще хотят, но насколько получится, это непонятно. Значительная часть мирового рынка зерна до недавнего времени приходилась на Москву и Киев. В частности, в 2020-2021 годы на обе страны в общем приходилось 55% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% пшеницы и 20% кукурузы. По мнению экспертов, в будущем году стоит ожидать роста цен на зерно, а также на другие виды продукции, в себестоимости которых включена эта культура. В целом, нужно ожидать прям хороший рост стоимости зерна уже к январю-февралю, потому что все идет к этому. В январе-феврале наверняка будет понятно, что будет или не будет с зимами в США и в Европе, а скорее всего не будет, потому что определенные сложности с погодными условиями и с удобрениями. Я думаю, следующий год будет не менее шумным, не менее динамичным в области продовольственной безопасности. И штормить будет не хуже, чем в этом году, а то может и посильнее. Потому что этот коллапс с удобрениями, с семенами сложности, стоимость энергоносителя, все это так или иначе отразится и повлияет на стоимость зерна. По данным Минобороны Турции, с начала реализации зерновой сделки по морскому гуманитарному коридору, 409 судов перевезли свыше 9 миллионов 300 тысяч тонн продовольствия. Напомним, 22 июля текущего года в Стамбуле состоялось подписание зерновой сделки. Соглашение об экспорте зерна Россия и Украина заключили отдельно. Каждая страна подписала документ с Турцией и ООН. По условиям сделки, стороны создавали безопасные морские коридоры для вывоза зерна из трех портов Украины – Одесса, Черноморска и Южного. Срок действия соглашения истекает в ноябре текущего года. Самир Арзаева, CBC. Азербайджанный Катар углубляет сотрудничество в ДОХе. Прошел ряд важных встреч. В частности, обсуждал сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, укрепление экономических связей между странами, совместной инвестицией и другие темы. Также открылся торговый дом Азербайджана. Его деятельность будет полезна с точки зрения поддержки бизнес-инициатив. Об этом в Твиттер написал министр экономики Микаэл Джабаров. Необходимо также отметить, что создание торговых домов имеет большое значение. Торговый дом Азербайджана в Катаре имеет непосредственно увеличение торговых отношений, а именно в сфере бизнес-реды, наращивание предпринимательского сектора. Энергетика стала одной из основных тем, которые обсудили министр экономики Азербайджана и премьер-министр Катара Шейх Халифа бин Абдулазис Альтани. По сообщению Микаэла Джабарова, также были затронуты вопросы транспорта и логистики и других сфер экономики. Стороны подчеркнули важность дружественных отношений между странами, обсудили возможности и потенциал расширения сотрудничества. Надо отметить, что на сегодняшний день взаимовыгодные условия для Азербайджана, а также в сфере экономических отношений, является заключением договорных обязательств между Катаром и Азербайджаном в сфере энергоресурсов. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день возобновляемые источники энергии являются главным аспектом развития зеленой экономики. На сегодня, конечно, является главенствующим инвестирование в экономику страны, инструкторные проекты, что, конечно, будет увеличивать развитие частных компаний и, соответственно, естественно, наращивать всем самым торговлю в стране. Нардаранский центр керамики и прикладного искусства Аббат поднял продажи до 2 миллионов монатов. Об этом сообщил директор центра Руфат Эльчеев. Созданный в 2018-19 годах Нардаранский центр необходимым оборудованием оснастило турецкое агентство по сотрудничеству и координации. Цель центра – передать будущим поколениям исторические традиции страны, познакомить мир с азербайджанской керамикой и повысить занятость молодежи. В настоящее время 10 сотрудников, обеспеченные постоянными рабочими местами, ежемесячно, а ими производятся для продажи сотни различных видов продукции. Функция Аббата заключается в том, чтобы помогать микро и малым предприятиям, чтобы они почувствовали в себе уверенность, встали на ноги, развивали свой бизнес. Мы им в будущем тоже помогаем брать кредиты, чтобы они смогли увеличить свою работу, и чтобы они превратились из малых предприятий в средние и крупные. И только в этом случае они будут конкурентоспособными, не только в стране, но и за их пределами. За первые 10 месяцев мы уже продали товар, изготовленный нашими Абачи, это по всей стране я общий говорю, на более чем на 2 миллиона монатов, и это бьет рекорды. Данный проект является очень значимым во всех смыслах, как в экономическом плане, так и с точки зрения популяризации искусства Азербайджана в разных уголках мира. Мы являемся учреждением, которое использует ресурсы бюджета Турецкой Республики. Наше же участие в этом проекте заключается в оснащении центра Абад, необходимым для деятельности оборудованием. Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтен, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в 224,5 миллиарда долларов. На втором месте семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения. Их состояние оценили в 160 миллиардов долларов. Третье место занимает семья Кокс, которым принадлежит нефтехимическая корпорация в США – Кок Индастрис. Это состояние оценивается в свыше 124 миллиардов долларов. Также в топ-10 богатых семей мира вошли саудовская королевская семья Аль Сауд, семья Эрме. Владельцы дома – Мода Эрмес, семья Амбани, которой принадлежит индийский нефтяной холдинг Reliance Industries. Далее – это семья Верхаймер, владельцы дома Моды Шанель. По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших семей мира составляет полтора триллиона долларов. В то же время отмечают агентство состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры. Не учитывается, поскольку их активы слишком сложно отследить. К другим темам. В Великобритании отчеканили первые монеты с портретом Чарльза III, который вступил на престол после смерти Елизаветы II. В 2022 году будет выпущено более 9,5 миллионов новых монет. В обращении они поступят уже в декабре этого года. Портрет Чарльза обращен лицом влево, а его мать Елизавета II на монетах смотрит вправо. Такая традиция была заложена еще с XVII века. Профиль нового британского монарха на монетах разворачивают в противоположную сторону по отношению к предшественнику. Изображение короля на новых монетах создал скульптор Мартин Дженнингс. Чарльз III лично одобрил дизайн. Успехи Азербайджана в достижении цели устойчивого развития ООН обсуждалось на встрече премьер-министра Алиасадова с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгайеровой. Также рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН. За январь-сентябрь 2022 года Азеркосмос экспортировал услуг к спутниковой связи более чем на 19 миллионов долларов. При этом доходы Азеркосмоса от экспорта услуг достигают уже 82% от общих поступлений. Очередной этап партнерской программы, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Азербайджана может быть принят правительством в скором времени. По мнению координатора ФАОПа Центральной Азии Виарелла Гуцу, это выведет сотрудничество на новый уровень. И в завершении, в январе-сентябре 2022 года на портал азэкспорт.ас поступил заказ на экспорт на сумму более 350 миллионов долларов. По данным Центра анализа и коммуникации экономических реформ, в том числе в сентябре этого года стоимость заказов превысила 35 миллионов долларов. Телли, а у меня на этом все. Спасибо большое. Экономический блок представила Нигера Ахманова. Ну а мы продолжаем. В ряде стран мира прошли акции протестов в поддержку активистов из Ирана. Так, перед посольством Ирана в Германии на протестующих было совершено нападение. Как сообщает издание ЛЭТЭМ, люди в масках напали на участников акции и попытались отобрать у них лозунги. Три участника акции, получившие травму, в результате конфликта были госпитализированы. Нападавшие скрылись с места происшествия. Напомним, что акции протеста также прошли в вузах Тегерана и других городах Ирана. Во время акции демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и озвучивали требования освободить задержанных ранее в протестных акциях. Как сообщили правозащитники, местные сотрудники правопорядка применили силу, включая травматическое оружие против студентов в общежитии одного из ведущих университетов страны. Кроме того, охранники конфисковали у многих молодых людей студенческие билеты, не впустив их в корпус, где расположен факультет психологии. Напомним, масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Максы Амини 16 сентября. Девушка была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и умерла в больнице. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы. Базирующаяся в Норвегии иранская организация по правам человека сообщила о гибели более 200 людей в ходе протестов, 23 из которых дети. Бывший президент Бразилии Лула да Сильва победил действующего главу государства Жаира Болсонаро во втором туре президентских выборов после посчета 100% голосов избирателей. Напомню, что по итогам первого тура, состоявшегося 2 октября, ни один кандидат не смог получить нужное количество голосов, то есть перейти порог в 50%. Тогда Лула да Сильва набрал более 48%, а Болсонаро более 43%. Завершился самый важный момент выборов на пост президента Бразилии 2022 года. Победивший кандидат набрал наибольшее количество голосов за всю историю страны. По итогам приведенных подсчетов победу в президентских выборах одержал кандидат Лула да Сильва, набрав 50,9% против 49,1% кандидата Жаира Болсонаро. Примерная разница составляет 2 миллиона 100 тысяч голосов. Несмотря на нынешние времена, характеризующиеся обилием дезинформации, наша страна смогла провести честные и открытые выборы. Бразильская избирательная система, которая для нас служит поводом для гордости, в очередной раз гарантировала легитимность выборов. Число погибших в результате обрушения Вантового моста в штате Гуджарат на западе Индии достигло 141. Об этом сообщает BBC. Спасены же 177 человек. По официальным данным, около 20 человек госпитализированы серьезными травмами. В местной больнице создан изолятор для лечения пострадавших. Всего на мосту в момент происшествия находились около 500 человек. Все они отмечали один из главных индуистских праздников – Дивали. Как сообщают местные СМИ, продолжаются поиски пропавших бездостей. Обрушившийся Вантовый мост в момент происшествия был перегружен. А к этим, что мост был построен более 100 лет назад, несколько лет был на реконструкции, открылся для посетителей всего 4 дня назад. Премьер-министр Индии Наренда Моди объявила о денежных компенсациях семьям погибших и пострадавших. Вчера был создан комитет высокой власти. Спасатели работали всю ночь. Национальные силы по оказанию помощи при стихийных бедствиях, военно-воздушные силы и армия быстро прибыли на место происшествия. Более 200 человек работали всю ночь. Расследование продолжается. На кадрах, снятых после обрушения моста, видно, как десятки людей цепляются за тросы и остатки конструкции, пока спасатели пытаются им помочь. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова